Даже если нет границы, тем не менее, мы можем всем многообразие уверенности, вот все это континуум от 0.1 до 0.9, факторизовать чисто количественно. Ну, допустим, можем сказать, что это... Случить немножко забирали, но представьте, что уверенность 0.1, вот любая нечетная уверенность 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 порождает мнение, а любая четная 0.2, 0.4, 0.6 почему-то не порождает. Чего здесь нет? Здесь нет этой монотонности, что чем больше, тем выше вероятность перехода к мнению. А просто какое-то количество, какой-то набор уверенностей приводит к мнению, какой-то набор не приводит к мнению. Это более слабое представление, чем представление о четкой границе. Представление о границе, даже подвижной, есть гипотеза монотонности, а здесь нет монотонности. И, наконец, дохожу до самого, мне кажется, минимального, супервенности. Если два человека с абсолютно одинаковым набором пропозиции, которые они признают, какую-то выделенную пропозицию из этого множества уверены в ней абсолютно одинаково на 0,61, обязательно эти два человека в смысле мнений придут к одинаковому мнению? Или не обязательно? Вот это тезис супервентности. Супервентали мнение на уверенность. Мне кажется, последние защитники здравого смысла будут здесь оставаться, что если совсем одинаковые уверенности, то они должны превращаться, трансформироваться в одинаковое мнение. Но можно, если подумать, побеседовать с тобой, я понял, что даже и это можно поставить под сомнение. То есть можно пройти аж четыре шага до все более и более каянства, и это будет вырисовывать реальные контуры проблемы. Насколько же мы слепо отразделяем одно с другим, если прям вот можно так далеко зайти, проводя различия между ним, между мнением и уверенностью. Итак, это был мой комментарий по поводу формальных свойств связи между мнением и уверенностью. Мой тезис в том, что есть как минимум четыре рубежа, на которых можно выстраивать оборону или взламывать эти редуты и двигаться дальше. И последнее, что я хотел бы еще прокомментировать, очень коротко, факторы уверенности, когда конкретные советы. А как же нам уверенность? Вот не мнение, а именно уверенность повысить количественно. Пусть как бы это ни звучало для вас, для многих друзей здесь, хощунственно, я понял, да? Я как раз склонился согласиться с Пашей. Мне близко Пари Паскаля, помните, да? В Пари Паскале ведь не говорится про глубокую искреннюю веру. И там говорится, ну что мне выгоднее? Мне выгоднее поверить. Чтобы, даже если это не исключение искренней веры, обрести тем не менее спасение. Явно Пари Паскаля для тех прагматиков расчетливых, которые как Рекс, ну просто трезво планируют свою жизнь, для чего-то им это нужно. Так вот, допустим, что этот посыл автора, поможем Рексу. Мне нравится эта коробка. Поможем Рексу. Мне кажется, он понятный. И советы, какие факторы повышать, мне кажется, очень дельные. Я пытался что-то еще добавить к этому списку, принципиально новое. Мне в голову ничего не приходит. Понятно, что между этими факторами есть внутреннее напряжение. Например, достоверность с опорой на эвиденс вступает в некий конфликт с желательностью мнения. То есть, можно представить ситуацию, когда и с этичностью, можно какой-нибудь там Клиффорд, Уильям Клиффорд, он скажет, если ты формируешь свое мнение, опираясь не на свидетельство, эвиденс, а только на желание верить, то ты поступаешь аморально. Здесь как бы с одной стороны свидетельство, с другой стороны представление о том, во что верить морально, с третьей стороны то, во что ты хотел бы верить, они могут переплетаться в очень странные комплексы и иногда мешают друг другу эти три фактора. Но, как ты пояснил, тебя сейчас не волнует внутренняя связь между ними. Я долго думал, могу ли я что-то еще вот в этом списке увидеть. И вот, мне кажется, могу все-таки. Могу. И, может быть, как ни странно, мы выйдем на тот нерв, на ту эмоцию, которая вот вас, коллеги, волнует по поводу неподлинности, неиспренности самого желания такого сорта. Вот согласны вы со мной или нет, поведение Рекса очень похоже на попытку пройти тест Юринга на католическую веру. То есть, не владея семантикой и глубинами этой веры, просто чисто формально воспроизвести поведенчески. Я еще не визит. Да, да. Он хочет быть принятым в качестве верующего. А, да, да. Это различие встречается очень часто в связке с более известным нам развлечением thick concepts и thin concepts. Насыщенные концепты и такие ненасыщенные, тощие концепты. Обычно говорят, что когда человек владеет насыщенными понятиями, значит, он глубоко понимает реальность. Он не просто знает формально, что имеет место, но как бы еще владеет практиками. Этнограф, например, когда записывал в интервью сообщение респондента, и вот эти насыщенные thick понятия помогают ему не просто описать, что утверждал респондент, а как бы его глазами в его шкуре, через связь с ритуалами, мифами, с практиками все это подать. И что касается мнений, то thick beliefs трактуется как мнение, которое ты не просто на словах декларируешь, а мнение, которое действительно побуждает тебя поступать определенным образом. Вот есть такие вот зеленые, которые говорят, я верю в глобальное потепление, я верю, что в наших силах его остановить, а сами ничего не делают. Сами покупают пластиковые стаканчики, покупают пластиковые пакеты и все такое. То есть на словах ты зеленый, а ты ничего не делаешь. Это мнение, вроде бы мнение у тебя есть, ты его предъявляешь, ты можешь даже обосновывать это свое мнение, аргументировать его пользу, только выход на поведение нулевой. Это значит, мнение всего лишь декларируемое, это тощее мнение. А толстое мнение, насыщенное мнение, вот оно сможет сподвигнуть тебя на реальный поступок. И вот мне кажется, это можно было бы, эту насыщенность, порекомендовать как один из параметров, над которым тоже можно работать. Я уточню, насыщенность мнения или уверенность? Мнение, уверенность. Потому что ты говорил про мнение, все. Я смешивал, прошу прощения. Нет, даже не на словах, а концептуально ты говорил про поступки, которые как-то отражают. А поступки – это область мнения, это область принятия решений. И соответствуют ли поступки чему-то? Или тогда это двухходовка уже получается? Наверное, двухходовка. Я попробую сейчас в твоих терминах это разложить. Значит, если мнение – это уже выбор, связанный с поступками, то такая его характеристика, а с этим мнением связана некоторая уверенность, то характеристика уверенности, которая называется насыщенность, она… Это та характеристика, которая отвечает за большую степень категоричности. То есть в итоге порождает мнение. То есть переходит от уверенности просто как состояние вероятностного к мнению как состоянию бинарному, категорическому. У меня спасло впечатление, когда ты просто говоришь об уверенности в целом. То есть чем больше суммарный показатель уверенности, тем больше оно должно влиять на принимаемое решение. Или я неправильно тебя понял? Если можно, коротко. Нет, нет, неправильно, если коротко. Слушай, ну это здорово, это интересно. И, по крайней мере, у нас будет время, я тебя еще попытаюсь. Нет, ты можешь отреагировать, пожалуйста. Нет, я отреагировал, я не до конца понял. Вот моя реакция сейчас. Я хотел бы продолжить этот разговор. Хорошо, но сейчас мне бы хотелось дать слово Марине, потому что она еще не высказалась. Виктор Викторович, так как вам говорится, что пропорциональная вера, это вера, вот я верю, что мне все равно, видимо, в силу моей неохотности, видимо, в силу моей какой-то неносительности в этой сфере, мне все равно непонятно. Вот вы сказали, что знание – это обоснованная вера. Вот хорошо, утверждение, я знаю, что... Благодарю. Я знаю, что Бог есть такой-то, такой-то, даже если мы хотим ему какое-то точнее дать. И я верю, что Бог такой-то, 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 такой-то. Это одно и то же, получается, выражение, получается, один и тот же смысл, которым мы вкладываем, с одной и той же семантикой работаем. Просто у меня какое-то все-таки развлечение есть, потому что если я говорю, что я знаю, что Бог такой-то, такой-то есть, я могу привести какие-то доказательства, привести какое-то обоснование под это. А вера, ну, предположим, не подразумевает такого конкретного обоснования. Поэтому у меня все-таки какое-то разделение есть. Может быть, оно все-таки больше интуитивное. Если бы мы могли прояснить этот момент, Я была бы очень благодарна. Просто мне непонятно, почему это... Мне кажется, что вы просто пытаетесь совместить эти два понятия. Я знаю, что Бог такой-то, такой-то, и я верю, что Бог такой-то, такой-то, а для меня все-таки какое-то различие здесь есть. Не могли бы вы прояснить? К кому из нас? Я думаю, что любой из нас справится. Ответ, с моей точки зрения, достаточно прост, и я это уже говорил. То есть у нас есть путаница со словом вера. Есть применение слова вера, которое достаточно привычно, но оно не идет из англоязычной современной эпистемологии. И вот когда мы противопоставляем знание и веру, то это какое-то... Когда мы противопоставляем какие-то разные вещи, то это вполне согласуется с античной традицией, это вполне согласуется со средневековым словопотреблением, это вполне согласуется со всей большой историей философии, кроме англоязычной эпистемологии XX века. Там действительно есть противопоставления. Либо знаю, либо верю. Если верю, то не знаю, если знаю, то не верю. И там этот же Фома Аквинский и все остальное. Это один тип использования, один смысл слова веры. Я говорю о вере не в этом смысле. Я говорю о вере как о том термине, который используется сейчас благодаря юму в современной англоязычной эпистемологии. Именно о белифе как о пропозициональной установке, когда я просто каким-то образом присваиваю некоторые пропозиции, некоторое истинностное значение и не более того. И в таком случае знание является просто разновидностью веры, вот того белифа. И оно, это не какое-то что-то инородное. То есть, просто важно не смешивать два совершенно разных понятия, которые, увы, выражаются у нас одним и тем же словом. Я постараюсь покороче. Просто дело в том, что мой вопрос по поводу того, как можно вообще хотеть верить и вопрос по поводу связи убеждения и мнения, он на самом деле, как бы, это одно целое. И я сейчас понял, как это после ответа Виктора, я понял, как это детализировать. Дело в том, что есть, возможно, слишком гипертрофированные, но все-таки опасения, что вот эта часть, которая связана с убеждением, превращается в что-то вроде второго субъекта. Можно я уточню? Вот я не использую слово «убеждение», о чем идет речь? А вы разделяете мнение... И уверенность. Прошу прощения, уверенность. А, хорошо. Да, оговорился. И уверенность. Вот часть, связанная с уверенностью, она, в моем понимании, есть риск, что она породит что-то вроде второго субъекта. Почему? Потому что если вы говорите «я хочу верить» или иметь веру в некоторую пропозицию, то поскольку мнение зависит от вашего волеизъявления, хочется ответить «ну, ради Бога, пожалуйста, верьте». Если вторая часть такая сугубо детерминированная, веренциалистская, то есть идет процесс некоторого накопления доказательств, то фраза «я хочу верить» – это, по сути, фраза «я хочу собрать доказательства, подтверждающие эту пропозицию». Но вы, тем не менее, так не выражаетесь. И в связи с этим вопрос. Мне кажется, или действительно в части, связанной с уверенностью, есть некоторый какой-то субъект, которому доказательства поступают, а он может их принимать или не принимать, и у двух разных субъектов эта уверенность будет как-то отличаться. Или же она полностью детерминирована, и это просто такое ведро для доказательств, куда они просто складываются, и у всех одинаковое деление, скажем так. Я не знаю, может быть, я как-то пространно очень… Ну вот, согласно моей схеме, уверенность детерминируется не только доказательствами. В большей степени она детерминируется доказательствами, но при этом есть и другие факторы. Как я уже перечислил, там, допустим, желание, этика, просто то, какое место занимает эта вот просто в целом доказательствическая система. Хотя, да, я в принципе готов ради спора остальными факторами пожертвовать, и действительно противопоставить некоторое волевое решение и наличие доказательств. И в таком случае, да, так и получается. То есть мне кажется, я об этом говорю, то есть ты говоришь, что я об этом не говорю, ну, мне казалось, что я именно об этом и говорю. То есть хочешь верить, значит, либо ты просто, ну вот, если это речь идет о принятии решения, ну вот, принимай соответствующие решения. И это первый совет, который в конце концов дается. То есть если вера является именно мнением, бинарным, подчиненным воле, то вот и принимай соответствующие решения, и больше не за чем гоняться. Но если же действительно речь идет о вере как о чем-то, что формируется исключительно доказательствами, то да, ищи доказательства, и будет тебе счастье. В общем, собственно, эту идею я и пытаюсь доказать, ой, пытаюсь и предложить статье. И в таком случае я тогда не очень понимаю, вот в чем возражение, потому что, и откуда появляется второй субъект. Потому что у меня именно этот субъект, он и есть. Или тогда нужно учитывать уже то, что Виктор говорил, а что если два субъекта с одной уверенностью, вот какие будут их мнения. Нет, нет, второй субъект, я имею ввиду субъект в субъекте, я имею ввиду, смотрите, мнение зависит от воли заявления какого-либо субъекта. Уверенность, вы говорите, зависит от доказательств и плюс какого-то мнения, плюс какого-то воли заявления. Нет, просто от доказательств. Вы говорите, не только доказательств, вы уточнили. Ну там еще другие факторы, которыми, ладно, ради именно этого разговора. Но они тоже зависят от воли заявления. Нет. Нет. Я тоже спрашивал, оказывается, что нет. Нет, это не воля изъявления. Воля изъявления это просто вот... Это какие-то особенности принятия и непринятия доказательств или что это? Нет, нет. Но я хочу, например, я, например, ну вот я там привожу примеры. Есть вещи, в которых я абсолютно уверен, потому что у меня есть достаточно неопровержимые доказательства. А есть вещи, в которых я абсолютно уверен, хотя у меня нет вообще никаких доказательств. Например, я абсолютно уверен в том, что моя жена мне не изменяет. Абсолютно в этом уверен. Я прямо вот на 100% в этом уверен. У меня вообще нет никаких доказательств, вообще никаких эвиденсов. Вопрос, почему я в этом уверен? Я думаю, что правильный ответ, потому что мне очень хочется. Ну так не бывает, что-то не было эвиденсов. А какую эвиденс у меня есть? Вы знаете, что я у жену. Эвиденсы — это пропозиции, это факты. Я думаю, что в этом черном ящике ваша жена будущая, но вы не знаете, кто она. Верите, что она вам не изменяет, да или нет? Вот это будет более правильная ситуация. Вот тут у вас точно нет никаких эвиденсов. А тут вы говорите, я уверена, что моя жена мне не изменяет, у меня нет никаких эвиденсов. Да у вас их 100 миллионов штук. Ну суть в том, что имеющихся эвиденсов никогда не будет достаточно для той степени уверенности, которая реально располагается. Мы не будем спорить тогда основу эвиденсов, но по крайней мере да. Да, то есть, скажем так, действительно степень моей уверенности не подтверждается... Несоизмеримость. Несоизмеримость. Да, но это развод всегда есть. Какой эвиденсов, никакая сумма эвиденсов к эпидемтическому вынуждению не приводит об этом. Нет, в каких-то ситуациях я думаю, что вполне приводит, а в каких-то нет. Поэтому это к слову о том, какие еще бывают...